Всем привет! В ваших ютубоприемниках SlurmTV и его бессменные ведущие Тимофей Ларкин и Виктор Попов. Это я. В этой программе мы будем рассказывать вам о самых интересных новостях IT, около IT, которые произошли за прошедший месяц. В общем, просто мы подумали сделать ежемесячный дайджест, ну подумали и сделали. Трепещите, нулевой, юбилейный выпуск дайджеста SlurmTV. Из ядра Linux уберут инструкции 3D Now 23-летней давности. Что ж, видимо, все же придется обновить компьютер. Ну или просто больше не обновлять ядру. Да, можно не обновлять, но будет работать чуть помедленнее, делов-то. Ну, кстати, последний процессор с поддержкой 3D Now вышел лет 10 назад. Это линейка AMD Phenom, 4 ядра, 2,5 ГГц, под 16 гигов памяти. В целом, довольно приличная машинка для печатной машинки до сих пор. Мне кажется, вполне можно пользоваться. Ну, к слову, мой домашний секвер работает на железе даже постарше этого. И неплохо справляется, да, судя по всему? Вполне. Ну, вообще, как-то хочется, наверное, задуматься о том, какое же еще количество Legacy и прочего мусора в гидре Linux у нас вообще есть. Ну и, на самом деле, в любом достаточно долгоживущем софте. Согласен. Взять хотя бы протокол TCP. Никак не избавимся от него, а придумали его еще, по-моему, в конце 80-х. Да, Тимофей, пора приезжать на Quick, да? TCP пора выкинуть из ядра Linux. Да, да. TCP — худший протокол, который есть после всех остальных. Мне кажется, Linux Torwart просто тупо ждет твой pull-request. Да. Встречайте когда-нибудь не в этом столетии. Ну, кстати, к слову о Legacy в софте для Linux. Переходим к самой мягкой из новостей прошедшего месяца. В популярной библиотеке логирования для Java нашли дырку размером с Гренландию. Уязвимости подвержена вторая версия Log4J, а ее используют буквально полуинтернета. Уязвимость интересна тем, что она легко воспроизводится, не требует особых знаний для эксплуатации и позволяет выполнять произвольный код на удаленном сервере. Тут вообще довольно интересная ситуация. Судя по всему, об уязвимости узнали уже тогда, когда она попала в публичный доступ. Обычно дырки сначала находят, потом выходит какой-нибудь патч, потом спустя какое-то время выкладывают proof of concept public, там есть всякие соглашения о том, что давайте 45 дней подождем, там уведомим производителя ПО, но в этот раз как будто бы уязвимость утекла. Что наталкивает нас на мысль о том, что на самом деле она известна уже давно и по имеющейся информации от каких-то аналитиков входят слухи, что года четыре уже кто надо про дырку знает, и, видимо, кто-то случайно неудачно скопипастил в публичный интернет. Ну, в общем, классический Zero Day. Да и удивительно. Как можно было не ожидать от интерполяции пользовательского ввода в логах такой зияющей дыры. Так что, если у вас есть Java-разработка или Java-приложение, бегом обновляться. Подвержены, например, многие версии Elasticsearch. Если у вас есть Java-приложение. Да, это очень интересный тезис. Удивительно, где их нет. Ну, а для тех, кто считает, что он уже быстро пропатчился, в первом патче версии 2.15 добавили кучу новых уязвимостей, причем еще и старую нормально не закрыли. И, в общем-то, это касается также тех, кто переменной среды просто попатчил свое приложение, типа отключил резолвинг DNS-имен. В общем, это все не работает. Надо катиться даже не на 2.16, а на 2.17 уже, которая вышла. Надеюсь, ее ревьюили лучше, чем в предыдущей версии. Действительно. Не успели закрыть уязвимость в закрытой уязвимости, как пришлось закрывать уязвимость в закрытой уязвимости в закрытой уязвимости. Так что, по мнению экспертов, ФСБ это самая крупная уязвимость за все времена наблюдений. Надеемся, что это задвание не найдет себе нового героя. Прям, слушай, экзибитом запахов в твоей тираде, когда встраивали одно в другое. Вот. А ты обновлял что-нибудь у себя? Тебя разбудили алертом про безопасники в 4 часа утра, чтобы ты срочно патчил системы? Ну, оказалось, что по утверждениям вендора, единственная Java, которая у нас есть, не подвержена этой уязвимости, это Gravity. А больше Java мы не держим. Удобно. Ну, даже интересно, кто понесет больше убытков? Те, кого взломали, или те, которые словили кучу даунтайма от непрерывных обновлений? Ну, это классическая история, да, про, там, какой-то анализ рисков, про модели угроз, то, чем должны заниматься безопасники, за что им платят деньги. Вот. Я в первую очередь пошел узнавать про CakeLock. Выяснилось, что CakeLock, собственно, использует первую версию Log4j. Они выпустили официальное там заявление и написали, что, типа, не, мы этой дырке не подвержены. Дальше мне стало интересно, я погуглил CVE, собственно, первой версии Log4j. Выяснилось, что она деприкатнутая году, в 15-ом уже, да, End of Life не поддерживается. Еще в ней есть незакрытая CVE с рейтингом, что-то там, 9.8, по-моему. Ее никто не патчет, потому что Log4j первый не поддерживается. Ну, в общем, выдохнул спокойно, мы этой дырке не подвержены и пошел спать дальше. Действительно, да. Че переживать за эту дырку, когда есть столько много своих других? Вот, скажем, взять ToySentry, которая до сих пор разрабатывается на питоне второй версии. Ну, работает, не трогай, собственно, второй и второй, господи. Всех нас переживет, я думаю. Прям как IPv4 и IPv6 тоже, тоже и с питоном. И TCP, да. Еврокомиссия будет распространять свои программы под открытыми лицензиями. В качестве примера приводят набор стандартов утилиты сервисов для создания ЭЦП, принимаемых во всех странах Евросоюза, а также программное обеспечение, предназначенное для подготовки шаблонов юридических документов. И тут мы, конечно, впереди Европы. Видимо, они посмотрели на опыт пермских госуслуг и тоже решили выкладывать программное обеспечение под открытыми лицензиями. Да, теперь налогоплательщики Европы увидят, на что уходят их налоги и ужаснутся. Хотя, надеюсь, что нет. Вообще, на самом деле, меня всегда удивляло, почему какой-нибудь «Консультант Плюс» — это платное коммерческое ПО, а не какая-то бесплатная государственная утилита. Потому что, ну не знаю, там, к налоговому кодексу в комплекте должна идти какая-то электронная версия с пояснениями. И почему это делают коммерсы, а не государства — очень странная история. Ну, хоть так. Ну, неудивительно, почему на самом деле. Потому что, если бы у нас законы были в гид-репозитории, и была бы видна история их изменений, тогда можно было бы делать бесплатно. А так как оно есть сейчас, без платных услуг не обойтись. Просто как в мемасике. Россия через секунду после того, как все законы в виде гид-репозитория выложили, да? И там светлое будущее такое, и дирижабль летит. Или наоборот. Стас удаляет кусок. Мария ДБ изменила график релизов и поддержки комьюнити-версии своей базы данных. Раньше крупные релизы были раз в год и поддерживались пять лет. Теперь будет раз в квартал, а поддержаться будет лишь год. Кажется, кто-то узнал про Agile. Ну, или пытается сделать платную версию более привлекательной. Там сроки поддержки не меняются. Слушай, а в чем вообще разница между MariaDB и MySQL? Не знаю. Наверное, как раз платная версия. Ну, мне кажется, у MySQL тоже есть платная версия. Просто я как-то... Вокруг меня очень много мнения, что типа, если нужен условный мускуль, то надо ставить MariaDB и не выделываться. Ну, впрочем, странно, что они идут не туда же, куда и крупные вендоры. Вон, взять хотя бы Canonical. Убунта крупная релизится раз в два года, а поддерживается десять лет. Ну, ребята, наверное, хотят денег, на самом деле и правда. Плюс более быстрая доставка фич. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. И, надеюсь, что пользователи MariaDB и правда почувствуют более быструю доставку фич, собственно. Continuous delivery, все дела. Сейчас модно так делать. Я думаю, все те, кто топят за интерпрайзную поддержку, давно сидят на Oracle. Возможно, не знаю. Как будто бы дешевле купить себе, не знаю, половину MariaDB, чем платить за большой интерпрайзный Oracle. Amazon рассказали, почему прилег регион UES East One. Ну, давай начнем со всем старой новости. 7 декабря у Amazon, собственно, прилег целый регион. И теперь мы знаем, почему. Большинство сервисов AWS и все клиентские сервисы работают в основной сети. Также используется и внутренняя сеть для фундаментальных сервисов инфраструктуры, включая мониторинг, DNS и так далее. Автоматическое масштабирование одного из сервисов в основной сети вызвало неожиданную реакцию большого количества сервисов во внутренней сети. Произошел резкий рост сетевого трафика между внутренней основной сетями, который привел к перегрузке сетевого оборудования и существенными задержками между этими сетями. Из-за задержек сервиса начали повторять запросы, чем только усугубили ситуацию. На ум приходит такая фраза умная, как система с положительной обратной связью. Кажется, та самая положительная обратная связь и приключилась с сетью Amazon. Да, действительно. Очень напоминает работу Gossip Protocol в ненадежных сетях. Всякие консулы начинают обмениваться пакетиками с неистовой силой и приводят это все к UDP-шторму. В общем, вся эта вакханалия приложила заодно и мониторинг, что тоже никак не помогло быстрее найти проблему и штормило их в итоге почти 9 часов. Авария на самом деле подарила кучу неплохих мемов, но лично мне, потому что у меня ничего в Амазоне нет и не задело и никак серьезно не повлияло. И на самом деле подарила еще какое-то количество полезных выводов. В общем-то самое время очередной раз вспомнить о том, что облако это не какая-то магия, это просто чужие компьютеры. Компьютеры у нас ломаются и если у вас что-то очень-очень важное с очень большими деньгами на кону находится в одном единственном регионе Амазона и как бы до этого не ломалось. Что ж, вы сами виноваты в том, что вы потеряли кучу денег из-за даунтайма Амазона. Надо было думать как-то более отказоустойчиво. Да, да. Надежная система строится там, где никто друг другу не доверяет. Вот, да. Есть даже такое умное слово как build for failure. То есть мы строим систему, которая заведомо откажет, мы готовимся к этому отказу. В общем, люди получают большие деньги за то, что умеют так делать. Да. Например, Тимофей. Да, ты как админ такой большой системы, об этом знаешь не понаслышке. Ну, нет. Моя система build for failure, ну и хрен с ним. У нас нет. Действительно, девопсы GitLab ранили. Ну, пойдем кофе-то пьем. Ну, как, заказчик платит за то, чтобы GitLab мог лежать. И не платит за то, чтобы GitLab не мог лежать. Так и живем. Компания Intel перевела разработку Cloud Hypervisor в организацию Linux Foundation. Молодцы. Друзья, подходит к концу наш нулевой юбилейный выпуск SlermTV. Ставьте лайки, репостите репосты, присылайте деньги на карточку. Ну, и, конечно же, пишите комментарии. Как вам формат? Полезно ли содержание? Что бы вы улучшили? Кого из ведущих уволили бы? Ваше мнение важно для нас. Вот так вот все это никому не надо, и можно будет получить взамен кучу свободного времени. Да, спасибо, что были с нами, и до встречи в юбилейном первом выпуске. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok